История этого знамени такова. Когда сотрудники Института философии покинули здание в спешке, побросав, во-первых, книги и многие другие вещи исторические, которые принадлежали Институту философии, еще Академии наук Советского Союза, они бросили в том числе и это знамя. Точнее говоря, я его обнаружил в одном из подсобных помещений на первом этаже, имеющий отдельный выход, в типографии Института философии. После того, как я его забрал с собой, через несколько дней со мной связались люди, которые, видимо, и приготовили это знамя к продаже, потому что сначала они просили мне его по-хорошему отдать, потом они, я говорю, сказали, для чего? Вы же не представляете, я не буду просто называть этих людей, это технические сотрудники, на самом деле, Института, а не научные сотрудники. Они мне не могли внятно объяснить, для чего. Потом они сказали, ну зачем он тебе, продай нам его. Я говорю, тем более, зачем я должен его еще и продавать. Он находится у меня. Я переезжаю в здание Дипломатической Академии Наук, то есть Дипломатической Академии МИДа, и оно будет находиться там. И сотрудники Института философии, которые сотрудничали, продолжали с издательством, они приходили, и я им все время показывал, вот стоит знамя Института философии. И все, в принципе, знали, никого это не волновало и не интересовало до определенных пор. Потом они придумали версию, когда, видимо, решили создать музей все-таки на Гончарной Института философии, они придумали версию о том, что я его якобы украл. Да что вы это? Тогда я им сказал, извините, если я даже у вас украл, то, пожалуйста, лучше не распространяйте эту версию, потому что, значит, вы его не охраняли, если его вот так свободно можно было у вас украсть. Потому что потеря знамени, это фактически означает расформирование, подразделение из вас, это знамя в легкую потерявшего, нужно фактически расформировать. Тем более, что вы выезжаете из своего исторического здания на Волхонке-14. Тем более, вы теперь уже к марксизму-ленинизму не имеете никакого отношения. И здание у вас теперь другое. Поэтому сделайте другое знамя, трехкалорное, и оно будет у вас новым знаменем, нового, я уж не знаю, там, антисоветского или антимарксистско-ленинского института философии. И все будет замечательно. Но, правда, туда орден тоже как-то советский не приходится к двору. Значит, у вас и появится, наверное, на вас наградят другими орденами уже нового государства, государственного образования. Вот, пожалуйста, и там. А это знамя уже историческое. И поскольку, поскольку я его сам лично оттуда вынес, если бы я его не вынес, то вы бы его вообще не знали, где он находится, и, скорее всего, он находился бы в чьей-то частной коллекции купленной. Все. И вместо того, чтобы говорить о том, что я его все-таки сохранил, и сохранил эту историческую память, и знамя, вы еще придумываете различные версии. Все. Время. Время.